всем привет сегодня у нас 23 января сегодня у нас сегодня выходной воскресенье сейчас немножко уже как бы лес возить начал потихоньку то и многие на раз заметили что сейчас видео стало реже выходить не так часто как перед новым годом термостатами тут занимаюсь уже сколько тут раза три на четыре уже на меняю термостатами взад вперед переставляю такие задолбался уже или термостат такие дерьмовые делают или я не могу понять что такое постоянно они ломаются они на 80 градусов такие простые камазовский ну как обычно они на уазик подходят на волге там на газели они одинаковые тут только еще чашка такая стоит вот сегодня купил новый вот такой какой-то новый купил сейчас съездил самый дорогой по 450 рублей у нас тут не у такой термостат он с чашкой такой идет я только эту чашку сейчас буду убирать тут просто стачиваю конец и эту чашку убираю с пружинкой не она не нужна потому что там тут как раз получается он будет открываться и закрывать здесь выход из блока этой чашкой тарелочки на камазах там потом на этих на волга газелях там по-другому сделано там ну не такая короче конструкция они есть еще у меня вот такой есть термостат вот чисто ямзовский купил тут когда в том году и в том году в том году до летом тут я купил думаю попробую типа как но вместо вот этой чашки тарелки бочонок такой он как бы роль играет вот этой чашки отверстия малого круга перекрывает получается ну думаю поставлю попробую как чё ним он как но работает дорогие такие еще главное что-то они ценой такая дороже чем вот такой простой короче говоря купил такой поставил получит а еще хуже стал работать как-то он стал работать термостатный один только брал чисто на пробу один термостат у меня такой стоял один такой но в принципе там большой разницы нету там ничего страшного и получается вот с этим термостатом стала работать нагревается нагревается это 80 там 85 начинает так уже ну побольше 80 шкалить потом резко раз так же падает температура это до 70 там например но опять начинает нагреваться нагреваться это постоянно вот так вот прыг шкоп прыг шкоп как-то не держится но ровно на одном уровне чтоб 80 было допустим более когда ерунда вот когда вот такие стоят термостаты вот простые с ними нормально все 7-80 держится в том году вот когда ездил вот он 80 примерно держит ну бывает конечно когда если в морозы сильные на малых работаешь стоит машина она тоже как меньше ну падает может он термостат тоже были какие-то не того что-то короче горячего то я снял его нафиг он нужен я поставил такие метам два было таких термостата поставил вот это стоял и другой потом раз тут стал ездить недавно смотрю где-то не доходя до 80 градусов 70 тоже доходит все и дальше не идет температура ну как сказать вот он термостат уже открываться начиная потом остановился ехал специально но еду так остановился под нагрузкой немножко проехал на радиаторе пробку снимаю смотрю его с этого термостата которые вот нерабочий который открывается раньше в радиаторе сверху в бачке но вида там циркуляция идет с этой стороны термостат открылся охлаждающая жидкость там теки вытекает как а с той стороны нету с другой с правой потом короче еще мне там один термостат был поставил его и сейчас опять такая же фигня опять так же не работает но не поменялось даже еще хуже мне кажется стало даже с этим лучше вроде было больше температуру держал получает но видно что термостат как бы срабатывает открывается и дальше не греется даже вот едешь под нагрузкой и начинаешь ехать он стране греется какое-то время на подождать ну как уже видеть сам радиатор к там начинают прогреваться и потом потихонечку начинает уже кверху там вы к 80 подходить а тот правый термостат срабатывает видно видно что ну на 80 потом до 80 доходит все раз дальше нормально пошло ну как уже держится температура 80 под нагрузкой когда идешь но опять вот они чё старые такие термостаты я на них тут много езжу что ли там что это миллион километров проехал там или сколько там 100000 что ли тут за прошлый год проехал за зиму наверное 30000 всего на этом 40 сколько то я не помню чудо термостаты такие делают или китайская такое фуфло вот это запчасти не знаю я вот ковыряю делаю час вот этот термостат купил час поставлю опять тут только на будет я заглушки эти обычно вот вот эти тут получается клапан стоит вот я заклопан всегда заглушу как убираю вот так вот так ну как заклепываю алюминиевой проволокой или заклепкой получается он не держит вот такой клапан ну по идее его как бы давлением так вот дам как бы должно как бы что-то прижимать и он как бы плотно прижиматься все и держать но нифига них или на не берут и получается но почему заклеп его объясню потому что когда на малых машина работает жидкость как бы давиджи и она постоянно циркуляция вот через клапан выходит тасов проходит в радиатор ну там чуть-чуть не сильно но он потихонечку потихоньку потихоньку она там проходит и постоянно циркуляции тут даже по трубок потрогаешь на радиаторе от термостата не трогаешь прям теплые такие вот когда с клапанами стоял раньше так вот и постоянно вот если особенно манна мало машина если работает особенно в мороз если минус там 30 будет все он хрен ты машину нагреешь только под нагрузкой нагревается ну там уже где-то под 80 градусов будет а так где-то 60 градусов держит постоянно сколько замечал и я и стал заклепывать чтобы все плотно тут было он даже между прочим вот сам термостат как сказать вот этот сам клапан где который перекрывает он тоже не плотно так его даже на свет вот так вот смотришь бывает но многих клапанах ты проверял смотришь вон сель даже видно тоже он щель вот сейчас видно хорошо че клапан он не закрывается плотно с этой стороны вот нормального тут снизу не закрывается как-то или притереть и или как я не знаю ли она как и просто кривая сама по себе какая-то хреновая по идее бы какая-то вообще резинка должна стоять на клапане чтоб она лучше плотно закрывалась но принципе вот когда сейчас ставил вот эти термостаты стоят если урали газуешь даже видно что циркуляция не идет через ну допустим когда холодный движок там циркуляции никого нету а когда клапана то есть ну вот такой стоит если у не заклепанное отверстие тут циркуляция видно прям идет вот так вот пружинка чашка это тарелка вилька тарелька отцепил вот такой получается видок у них сейчас только еще заклепать надо будет резинку пока снимаю как-то загнутый такой какой-то я не понял как-то вот это как-то край загнуть сильно какие-то не тоже все разные на этом так загнута вот этот как он какой-то в этот ровный вроде вот этот термостат край вы как-то в этого этого как-то вот у этого как-то вот так он загибается буртик так как так сильно еще кто как чё делает каждый производитель по-своему как-то бы он клепает механизм подведения колодок или как правильно называется трещотка называют черта вот этот на переднем правом колесе на прицепе вот это стоял все уже проворачивается несколько раз у подводил подведут что такое потом рассмотрю опять не тормозит видимо внутри уже здесь шлицы там связала ты получается шестеренка большая такая стоит а тут маленькая еще и там видать резьбы уже нету на них из ну подведешь сколько-то тормозишь пару раз он раз туда уходит все ну не тормозит чудо такое сначала не могу понять не тормозит колесо тут еще самодельный какой-то вот видно приваренного уже приваривали от другой какой-то машины было такой длинный еще рычаг не пойму где вы нашли такой чуть длинный вот тут раз два три отверстия идет универсальный какой-то что под разные что летий фиг поймешь откуда вы взяли а вот этот у меня тут дома валялся и чудо не пойму то ли скра за это он вроде бы скра за старого я там снимал то ли зима 131 что-то я не помню где откуда у меня взялся вот это его сейчас надо будет не обрезать вот здесь потому что родные вот где-то ну вот короче вот уровень примерно вот здесь должен быть ну что расстояние вот это тут это маленький какой-то короче говоря сейчас как-то тут обрежу вот так не знаю как примерно и сюда просто приварю так добавлю чтобы он как бы длиньше бы этот не знаю может тоже какой-то ну должен вообще-то работать скорее всего правда стопора тут нету только получается вот здесь сверху стопор стоит вот он типа как ну чтоб не откручивают вот этот вот этот сам болт который подводит вот здесь ослабляешь болтик и тут подводишь тут я не знаю как будет ослабляться обратно откручиваться как-то попробовать он буран стоит еще покажу буранчик 640 это типа модель что ли еще 640 кубиков что наверное не знаю но это не мой этот тут у паренька поставили просто поставили временно тут оттаял чтобы ездили выхлопная он уже переделана наверх сюда обычно там выхлопная вниз идет под гусянку на гусянку там потом замерзается такой древний буран считаю все работает ездит ничего тут он сзади как-то уже самодельная что делали дуги такие самодельные урал стоит вчера ездил за лесом снимать ничего не стал вчера там каждый день не будешь снимать каждый день все одно и то же что там едешь едешь грузишь едешь грузишь едешь разгружаешь опять сегодня подморозило вчера позавчера чуть не позавчера где-то неделю наверно больше уже теплая погода такая стояла градусов там где-то 7 8 так все каждый день вчера ехал вообще такой гололед скользко по дороге там по вайске не подсыпают еще нихрена больно вообще опасно ехать на цепях как поднимается две цепи ставил подъем это поднимается ничего а сегодня подморозило сегодня где-то двадцатка лет вот ведь вчера вечером уже 20 было даже больше ночи вчера днем как это такая погода как будто как уже вы знаете как знаете типа как весной пахнет такая как подтаявшим чем-то каким-то деревьями деревьями там листьями какими-то травой как я не знаю чем вот какой-то такой вот запах весны чувствуется уже в январе какой-то блю какая-то вообще бред погода какая-то вообще это сумасшедшая в этом году теплая и не знаю завтра муж поеду еще так что это пилил так вот получилось пилиться так легко типа чугунный какой-то видно литье отлитый пилиться вообще так мягко как и все таки и Все, вот так сейчас приварю. Только сейчас надо будет фаску снять. Сейчас фаску тут сниму, чтобы это лучше приварить можно было, и вот на верхний будет палец идти вот так, сюда, тут просверлить только на вот, тут втулка стоит внутри, просверлю просто, надо этот палец не влазить, это на 10 что ли, или на 12, а тут на 10, все, и будет вот такой рычажок, вообще тут на прицепе у меня мазовские стоят вот эти, ну вроде бы как, наподобие мазовских. И получается расстояние вот здесь от центра до этого отверстия надо где-то, ну где-то 15,5 примерно, ну плюс-минус там, который, главное, стоял на нем, что-то выше было сделано, неправильно, не точно, было где-то 16,5 на сантиметр где-то выше было. А там по тем, ну по другим померил, которые такие мазовские нормальные, ну вот где-то вот 15,5 примерно, да, и выходит, нормально. Подпилю и буду приваривать, так установил примерно так, чтобы поровнее было, плюс-минус там, на ключ совместил, сейчас буду приваривать. Электроды двойка, где-то вот 2,5 один есть, тут железом там закрыл, чтобы туда, туда из досок сделано, как бы из вагонки, куда-то искры мало ли попадут, что-то загорится еще мало ли, хрена уже. А этот все на металлом можно выкинуть будет. Все, валим, пробуем, что получится. Напряжение где-то 165 вольт, он показывает там. Должен варить, ну так, слабенько будет, конечно, варить. Но будет. Загнулся немножко в сторону, а сейчас с другой стороны проварить, вообще, подварить. Чтоб он так, ну, равномерно. Чтоб он в другую сторону выкнулся обратно. Сейчас попробую. Вот. Выпрямился вроде. Мне варит нормально. Ну, не сказать, что так мощно вообще, никак так. Ну, примерно точно, ну, немножко, может, чуть-чуть в сторону и ушло. Так. Ох ты, блядь. Отпало все, нафиг. Чугун. Бля, не понял, как. Тут надо, как бы, хорошо очень прожигать, так, ну, как прогревать его. Там, как насквозь, вот, прогреваешь хорошенько. Ну, в принципе, если так заварить, как бы, аккуратно. Наплавить в круговую, все так, он держаться-то будет все равно. Вот, здесь же заварено, вон как. Ну, криво, правда, так заварено все. Ну, это не я варил, не знаю. Вон, тут. Ну, здесь трещина, ну, как щель не проварена. И то он держится, ничего не отпал. О, сколько лет. Тебе, блин, ты. Что, придется опять по-новому обтачивать. Ладно, варю дальше. Варится хорошо. Ну, так, сток-то и такой сильный. И такой мощный, ну, варить можно. Напряжение 170 вольт. Поднялось что-то немножко. О, как круто загрязывается хорошо. Сейчас двойкой. Ой, это. Сейчас два с половиной. Сожгу тоже. Ну-ка, сейчас друг. По идее-то все уже. У меня сейчас тукать ботит. Варить накладку. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Хорошо. 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 Смотрите продолжение в следующей части. Так, ну что, все, термостат поменял. Вот этот стоял. Как-то название такое еще. Название какой-то Баутлер. Баутлер. Немецко-китайское совместное производство, видимо. Не знаю, может с другой стороны, другой термостат, правый, что-то клинит, не знаю. Хрен поймешь, я уже задолбался с этими термостатами. Сейчас с тем новым термостатом проеду, посмотрю, как что будет. Это пока кинуть запас его что ли. Пусть лежит там. С собой постоянно вожу термостат один, чтобы был в запасе, мало ли вдруг что-то. Заклинит термостат или мало ли, всякое бывает. Так раз поменял сразу и все, поехал дальше. Ну, это такой тоже подозрительный, какой-то не нравится мне. Машину еще не загнали. Оттаять немножко. Так, ездит потихоньку. Фара, правда, стекло сломано. Надо это менять. Что-то стекол не продают. Тут у нас по всем магазинам спрашивали, нигде нет. Но оно меняется ее, по идее. Его можно снять, там как-то поменять вроде бы. Оттаять. Вон сколько льда снизу выпало. Из-под машины. Вся броня, а то там во льду. Ну, там как между двигателями и броней. Он как движок работает, стучит так по льду по этому. Ну, тоже это Нива хреновенько вот этим. Из-за этого. Там постоянно набивает сюда лед везде. Снег. Ну, по снегу где-то, когда ездишь, туда снег набивается, там тает от двигателя тепло-то идет. Или особенно погода, если теплая. И все, там он как-то намерзает там внутри все это. А вот на УАЗике такого нету, там потому что куда-то, ну, там некуда набиваться, потому что там как бы броня, ну, двигатель высоко стоит. Намного выше, тем более там мост. Термостат поставил, трещотку поставил, подводить колодки на прицепе. Все, сейчас четко работает. Термостат не проверял, потом позже проверю. Ну, поездить надо, завести. Завтра, может, не знаю, видно будет. Заведу, проверю, как он что греться будет, нормально, нет. 80 будет держать, не будет. Если и сейчас не будет держать, значит, тогда получается правый термостат сломан. Но опять перед этим я проверял, вот он, тут точно держал нормальную температуру. Вот этот левый там плохо работал. Много сейчас видосов не буду снимать, потому что некогда просто. Надо будет ездить туда-сюда что-то. Ну, не знаю, буду, может какие-то маленькие, такие небольшие хотя бы делать. Если буду там ездить, будут длинные делать какие-то. Ну, видно будет. Короче говоря, ладно. На этом, ладно, закончу. Всем всего хорошего. И до новых встреч.